МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом-2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом-2. Как построить любовь. На ТНТ. Здравствуйте. Я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. И это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Сегодня у нас в городке состоится очередное голосование. Вечером ребятам предстоит решить, какие пары займут наши пятизвездочные домики. И у нас еще одно важное событие. Участники телепроекта стали по-настоящему знаменитыми. Поэтому телеканал ТНТ проводит в нашем лагере фотосессию. Уважаемые телезрители, смотрите Дом-2. И вы узнаете, как в ближайшее время получить постер с изображением любимого участника. Сегодня 119-й день нашей телестройки. На проекте по-прежнему две влюбленные пары. Правда, Александр Нелидов решил нарушить сложившиеся в лагере традиции и предложил Кате Тачевой и Яне Ворониной создать влюбленную тройку. Впрочем, симпатии сразу к двум девушкам не мешают Александру до сих пор переживать из-за расставания с солнцем, за которой продолжает ухаживать майя-прикосов. И настойчивость майя, кажется, начинает приносить плоды. Вот только его серьезным планам вполне может помешать Слава, который открыто заявил о своих симпатиях к солнцу. В пользу кого же сделает выбор солнца в день голосования за вселение в пятизвездные домики? Возьмите, пожалуйста, кофе, а? Пожалуйста, потому что если сейчас вставать, то идти курить, а курить не надо. Кофе нету, там кое-что сходят. Тех, нет кофе, все. Кучай, а что тебе будет? Ну, фигнираешься. Ну, принесите все там что-нибудь. Пускай поднимает свои задницы нахрену. Встают и идут. Хватит спать. Принеси, унеси. Я не спрятался. Как ни хрена ничего не делаете? Принеси, не спрятался. Отлично вообще. Это что такое было? От солнца задумался? Угу. Нет? Угу. Ага. Угу. Ну, ты до сих пор не собираешься ничего делать? Нет. Нет? Угу. Ну, Сашка, ну говори нормально. Да. Собираешься? Нет. Ну, а что тогда задумываешься? Если бы что-то делал и задумывался, тогда нормально. Ты права. Старая обезьяна. Старая обезьяна. Как солнце все чувствует? Нормальненько. Нормальненько? Да. Ну, все хорошо. Окружающие считают, что хорошо. Депрессия нет. Депрессия нет. Потому что там просто дикий ужас. Я помню. Да, ты. Несчастный Рома. Как ему повезло. Нет, потому что в комнате у мальчиков очень чисто. А у девочек просто зайти не важно. А Рома-то тут при чем? Рома будет убираться. В комнату мальчиков? Нет. Тем не менее. Ну, у тебя в домике чисто. Ты аккуратный мальчик. Вот поэтому девочек, уберись, пожалуйста. Покажи пример. Хорошо? Ну, остальные все за мной на стройку. Ура! Ура! Вчера мы выровняли пол на первом этаже. Он должен застыть, поэтому сегодня мы в доме не работаем, ребят. Но нам есть чем заняться. Вот, есть две кучи песка, да? Вот эту кучу нужно будет перенести вот сюда. А там оттуда, вот туда? Там есть тележка, вот, и есть две лопаты. Значит, девочки будут нагружать эту тележку. Это будет, давайте, Кеша и Алена. Вот, а таскать будет Стас. Хорошо? Дальше у нас есть каркас. Он находится сзади вас. Железный. Его нужно будет перенести в комнату. Я покажу, где находится эта комната. Переносить будет Оскар, Май, Витя и Саша. Хорошо? Все, задание я всем дала. И теперь приступаем к стройке. Поехали. Нужно стараться. А как быть? Ты видишь, я сейчас повис, ну... Нормальненько. Нормальненько, нормальненько. Заноси, заноси. Осторожнее. Попочки. По-моему чугинько. Опускай. Пятнадцать. Фух. Все. Наконец-то мы сделали. Все, выполнили работу. Пошли к прорабу. Позови меня в дорогу. Для любви шагаешь в ногу. Я смотрю, Май от тебя прямо не отходит. Да. Не заботится. А Саша? А Саша не заботится. Ты с ним собираешься умереться? С Сашей? Мы не в ссоре. Мы расстались. Мы расстались. Ты не собираешься с ним сходиться? Сходиться не собираюсь. Я не могу понять, зачем сходиться с человеком, которому это не надо. Который говорит, мне и так хорошо, но если она подбежит, то мне тоже быть не надо. Ты считаешь, что он не переживает и не страдает из-за того, что вы расстались? Я думаю, переживает. Но опять же, он переживает то, что ему больно. Не наш разрыв, не то, как мне, он тоже об этом не думает. А именно переживает за себя, как ему в будущем будет дальше. То есть, опять же, направо не на пару, не на сохранение пары, а только на свои собственные переживания. Но Май как себя ведет? По-другому? Май не навязывается, это хорошо. Он не пользуется случаем. Он не, как-то там, не знаю, вот просто он делает сейчас то, что он делает, заботится, да? Потому что ему это на самом деле важно. И я в это верю, во всяком случае. С Майем легко? Да, но я думаю, все ссоры еще впереди, но они переживаем. Май, всем вечером заселены. Ну? За какие пары ты будешь голосовать? Так как есть. А вы с солнцем? Что не с солнцем? Может быть, вы будете объявить себя парой сегодня и претендовать на домик или еще рано? Рано еще. Насколько ты намерен выжидать? Ты же уже довольно давно, что ли? У меня не запланирована эта вещь. Я чувствую, что рано сейчас, значит, рано. А если бы ты чувствовал, что солнце уже было согласно, ты бы сейчас готов был снижить уже? Конечно. То есть все зависит от того, как от солнца. Конечно. Ну, твой собственный расклад. Как другие участники будут распределяться по парам? Мне кажется, вот сейчас Мелидов ухаживает за Малой и Катей. Да, ну за Катей, так скажем. А Яне нравится Мелидов, мне так кажется. И что же будет дальше? Я не знаю. Девчонки, наверное, глотки попили. Это было бы счастлив, если сейчас у Мелидова появилась бы наша вторая половинка. И ты тогда вообще... Мне нет разницы. Нет разницы? Да, есть у него, нету. У него своя голову на плечах. Нет! Ну, он никак на сечке не пытается это добиться? Смотрите, что ты сделал. Цирк устраивает. Вот так мне ничего. Ну, тебя это не напрягает? Да. Хорошо, я надеюсь, что твое спокойствие приведет. Красивый, новый образовавшийся парик на солнце. Спасибо. Какие у него плохие смс-ки-то? Угу. Почитаю хоть одну смс-ки, кстати, я не читала. Я доказала, что у него плохие. Допустим. Кеша просто светит, не говорят первым встречным. Тем более, этим не бравируют. Подрасьте, я вообще советую идти из проекта добровольно. Тебе там ничего не светит. Нормально. Кеша, ты очень нехороший человек. Нехороший? Да. А ты как к сама к Кешке относишься? Так. Не поняла. Ты кешка к смс-ки. Да. Да. Ну, давай, рассказывай мне. Чего у нас встреча? Вечером голосование, в спине в доме? Вырежет, когда встала за селом Алену и Степа, мог вставать на прежний госток и Рома, и Рома и Лома. Да. То есть третий домик, думаешь, останется по сторонам? Пока да, потому что с он с ним просто еще готов объявлять их. С мамой порой. Ты смирилась уже совсем? Я привыкла. Я вижу, что он счастлив, я вижу, что он светится, я вижу, что он радуется. Ну, знаешь, помимо того, что он радостный, я хочу, чтобы ты тоже была счастлива. Поэтому, Кешечка, если получится, давай постараемся уже забыть и обращать внимание на Новика, мальчика, который приходит. Ну, как бы Кеш, это... Слава, хороший мальчик, я вот хотела бы поехать с ним куда-нибудь. Ну, и поехать, ты мне тогда сказала, потому что ты хочешь на мальчиках, если бы они ночью. Вот, и нет, сказала, и все, и как бы никаких действий не предприняла. Нужно же предпринимать. Хорошо, младненько. Да, поедем, поедем, зашли на мальчиках. Будем делать целый движение, да, хорошо. Слава, на тебя не поразовало впечатление? Нет. Почему? Во-первых, я не вижу никаких ярких действий. Брать тоже по отношению к салон. Так смешно, что он занимается по пятам, ходит и ничего не делает. Он понимает, что он проигрывает. Не потому, что он, о, солнце сейчас занимает, ухаживает. Не потому, что... Внешне он достаточно привлекательный, у него хорошее телоснажение. Но для солнца это не главное. Ей главное душевное восприятие. В этом плане мы сейчас на первом месте. Но тебе не кажется, что сейчас он просто выбрал для себя такой объект, самую яркую девушку проекта? Сейчас пройдет еще какое-то время, и он переключится на кого-то совсем другого. Может быть. Мне кажется, что я бы ему хотела посоветовать. Ну, а как ты думаешь, кто ему подойдет? Вот подойдет, не подойдет, но мне кажется, что с Янами они бы хорошо смотрелись вместе. Ребят, вам пришли письма. Вот, это все для нас очень радостное событие. Пришлите нам письма очень, их ждем с нетерпением. Вот. Ну, а сегодня есть письма, значит, Оскару. У вас ты где? Здесь. Есть Стасу. Стасу. Степе Алене. Водонаева Алене отдельно. Корневой Оксане. Корневой Оксане. Каримова. Какой Карим? Не Лидову Александру. А, есть еще большое письмо. Это Стасу. Аленочка, давай, так как тебе первый раз пришло письмо, начни вычитать, пожалуйста. Привет, Аленушка. Пишет тебе Игнатова Надя, я из Самары, мне 13 лет. Алена, я смотрю Дом 2 каждый день, ты самая классная девчонка на проекте, я тебя обожаю. Но Любозову, несмотря на последнее время, все внимание всех окружающих берет на себя. Но ты молодец, ты не сдаешься, ты супер детка на проекте. И самое главное, ты достойна дома. Аленушка, вы со Степой хорошая пара, но уж если ты думаешь, что вам нужно расстаться, то это твое решение. Степан сам по себе неплохой. Он все равно любит тебя по-настоящему, мои пожелания тебе. Алена, будь такой, какой ты и была, оставайся всегда такой красивой и смотри даже в вольную сторону, она тебя не стоит. Ну все, пока я тебя обожаю. И еще вот пришло нам со Степкой вот такое красивое письмо, вообще классно. И написано, здравствуй, самый клевый человечек на проекте, Степочка, привет. Меня зовут Кристина, Степа, ты просто супер, ты милашка. Степочка, очень хочу и жду, чтобы ты мне ответила. Еще пришли свои фото с Аленой, вы самые клевые и прикольные. Хорошо, следующее письмо давайте почитаем, которое пришло Оксане. Привет всем участникам проекта Дом-2. Пишет вам поклонница этой передачи Вероника и Оля. Это письмо мы адресуем Кеше. Кеше в кавычках. Отлично. Ребят, Кеше пишется без кавычек, к сожалению. Которая не умеет вести себя на проекте. Кеше, нам непонятно твоя позиция. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Почему ты перед женским голосованием? Не важно, не важно. Так, Кеша, ну не по-моему. Спасибо. Кеша, все по чесноку должно быть. Давай. Хорошо. По чесноку, так по чесноку, ради бога. Почему ты перед женским голосованием всех подговариваешь? И просишь, чтобы против тебя никто не голосовал. Вот так вот. Ты никому не нравишься, кто смотрит этот проект. Неправда. Вот так. Мы даже не понимаем, как тебя терпят другие участники. Как-то же терпят. Это как-то очень жестоко. Ну, жестко, жестко очень. Ну, ладно. Плохое мнение тоже. Мнение? Отлично. Мне прикольно такое читать. Зачем вообще ты находишься на этом проекте? Ты сто процентов не создашь там пару. Степа называет тебя мартышкой. Стас Оскар считает тебя сплетницей. Вообще же ты очень неприятный человек. Мы советуем тебе измениться в лучшую сторону. И мы надеемся, что, прочитав это письмо, ты для себя что-нибудь усвоишь. Так как в нашей жизни такой быть нельзя. От сердца Вероника 18 лет и Оля 19 лет. Прислушайся к этим советам. А то на ближайшем голосовании тебя выгонят. Не выгнали на ближайшем голосовании. Не выгнали. На самом деле нельзя так негативно реагировать на эти письмы. Действительно, люди, чтобы вам не писали, они дают вам какие-то советы. Видишь, в конце они как бы подытожили, скажут, что там не обижайся, да, мы тебе даем советы. Мы надеемся, что ты изменишься. Давайте следующее письмо прочитает Майя. Вот, мне в письмо вложили вот такую открыточку. Вот он. Подсолнух. Подсолнух. Дальше. И вот такой рисуночек нарисовали. Ой, Майя. Днём рождения Майя. Вот такой. И, значит, написали. Пишет тебе Катя. Уже давно я собиралась написать тебе письмо, но не знала, что именно в нём будет. Я посмотрю проект «Дом-2» почти с самого начала. Из всех участников ты мне нравишься больше всех. Единственное, что, может быть, мне в тебе не нравится, так это твоё отношение к Кеше. На мой взгляд, ты ведёшь себя с ней глупо, по-детски. Пишет нам Катя. Особенно мне не понравилось твоё поведение, когда ты с каждым поднятием штанги придумывал ей какие-то неприятные слова. Но в то же время я полностью согласен, что Оксана тебе не пара. А вот по отношению к Солнцу я придерживаюсь другого мнения. Если этот человек тебе действительно нравится, то ты, по-моему, должен быть более решительным. Более решительным. Я считаю, что Саша Нелидов ей не подходит, так как Ольге нужен, на мой взгляд, более живой человек. И, чтобы тебя поддержать, я написала небольшое стихотворение. На телепроекте «Дом-2» последнее время затмения. Там солнце обидел осёл, и нет у неё настроения. Но также в периметре май, который за солнце ответит, в соляре её повезёт, и солнышко ярко засветит. Желаю я моей удачи, и знаю, ему повезёт. Добьётся всего, что захочет, и в доме весна запоёт. Ну, вот, наверное, и всё, что я хотел сказать. Ребята, есть ещё что-нибудь интересное? Самарская область. Давай, чтобы тебя поругали уже, что ли, наконец-то. Ты не ругаешь, ребят? Скажешь, ты нам всем так нравишься. Поругайте его, девчонки. Может быть, он, наконец-то найдёт уже половинку, а то зазнался уже. Ну, здесь песня красивая. Я думаю, у тебя хорошо получится почитать её. Песня в стиле рэпа и хип-хопа. Саратовская область, Рязанова Анна. Каримовы супер, Каримовы класс, Каримовы экстра и просто Атас. Каримовы братья любовь свою найдут. Поженятся, женятся и дом выгодят. Всё будет хорошо, всё будет экстра класс. Ведь Каримовы супер, Каримовы стас. Ой, Каримовы Атас. Стёпа Алёне сердце предлагает, ведь на неё поглядывает Сергей и Май. Нелидов и солнца стабильная пара. Споры у всех, а ссор у них мало. Лагерей больше нет, и это хорошо. Спасибо ребятам и ведущим заодно. Ну что ж, на первой рейперской нотке я бы хотела сказать ещё раз, обратиться к телезрителям, сказать, что мы очень ждём ваших писем. Пожалуйста, присылайте свои советы. Не просто пишите, что кто-то лапочка, да, а кто-то урод. Именно вот давайте советы, как сделать так, чтобы стать лучшей лапочкой или лучшим уродом. Спасибо вам большое за ваши письма, мы их с нетерпением ждём. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы всё звёздами, поэтому мы для вас специально пригласили фотограф. Сейчас вас будут снимать. Девчонки, подкрашивайте глазки, губки. Да, да, да. На фотографиях, знаете ли, чудеса фотомонтажа получитесь. Ум-м-м-м-м. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дом-2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдёт свою любовь, выгоняют. Дом-2. Как построить любовь на ТНТ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, супер, 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 супер. Пошёл, Грэйф, да. Ещё, ещё, держим, 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 держим. Отлично. Супер, оба молодцы. Давай, так, у нас будет несколько вариантов. Несколько эмоций. Например, эмоция. Номер раз. Номер раз. У нас будет любовь. Сначала мне она жутко не нравилась. Я её ненавидел просто всем сердцем. Ну, относился к ней вообще очень привязанно. Вообще не мог её видеть на экране. Потом она мне как бы стала интересна. После того, как стала интересна, бери, не надо. Она мне понравилась. После того, как понравилась, да, я уже стал смотреть чисто из-за неё. Потому что смотрю, у неё разные обстоятельства такие, в которых, например, она поступала так, как мне не нравится, но не из-за того, что, как бы, она виновата в этом, да, а из-за того, что её подталкивали к этому другие люди. Вот и всё. Вот это больше её любимый человек. Или нелюбимый. Я очень знаю. Вот. Я думаю, что нелюбимый. Ну, уже нелюбимый. Поэтому вот так вот. Мне ещё много не понравилось в людях, которые мне не советовали с ней общаться вообще. Много не понравилось? Ну, да. Именно вот это не понравилось, то, что советовали не общаться. То есть не общаться, не созвать на свидание. Вообще, что никаких шансов, понимаешь? Мне это, наоборот, как-то раздорило. Да я думаю, а чё? Я всё равно, даже если я приглашу, мне пофиг. Если будет всё хорошо, пусть будем вместе. А кто ей такую советую? Дай их. Есть же ледяки? Конечно. Машуля, ты где? Выходи. Маша, иди сюда. Здравствуйте. Маша, я тебя очень приятно. Я попросила о том, чтобы к себе приехать. Да. Да. Женщина согласилась с тобой позаниматься. Она расскажет о твоих проблемах, твоих ошибках. Ну, очень приятно. И я надеюсь, что у вас получится. Так, хорошо. Это Людмила Николаевна, это Мария. И, в общем-то, сейчас я вам предоставлю возможность уединиться и поговорить и обсудить все Машкины проблемы. Хорошо. С удовольствием. Тогда проходите в комнату, наверное. Паш, ну а к тебе, по твоей просьбе, приехал массажист. Массажист. И он зовут Сергей. Да, очень приятно. Он согласился сегодня выступить личным массажистом вашей троицы. Тебя и прекрасных девушек Кати и Яны. Спасибо. И поупрямий лицо делаем? Какое? Рез поупрямий, поупрямий. Такие, да. Что-то в себя. Ага. Побольше энергии вот во всем теле. Понимаешь, напряжение какого-то во всем теле. От коленей, от земли. Ага. Энергия идет. Как будто хочешь вообще разорвать трубашку вот так вот. Знаешь, как будто муж на тыге, да? Ага. Лица, 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 другое немножко. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Людмила Николаевна меня зовут. Людмила Николаевна? Николаевна. Николаевна, именно Николаевна. Правильно нужно произносить. Да, это норма литературного произношения, именный отчество. Здравствуйте. Меня зовут Роман. Очень приятно. Разрешите с вами тоже позаниматься? Пожалуйста. Я, можно, рядом с Машей? Пожалуйста. Он работает на радио. Нет, что ты падаешь сразу, не сижу. Я 35 лет работала на радио. 35 лет? Да. Так, ну давайте. Давайте. Так, значит, вы готовы с вами работать так же, да? Да. Значит, мы работаем сейчас над сочетанием таких. Значит, пи-би-пэ-бэ-побо-побо-побо-побо-побо-пыбэ. Вот это не могу произносить. Пи-бэ-пи-бэ-пи-бэ. Нет, 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 не пэ-бэ. Вот. Пи-би-пэ-бэ. Медленно сначала. Пи-би-пэ-бэ. Пи-би-пэ-бэ. Побо-побо-побо-побо-побо-пыбэ. Пи-бэ-бэ-бэ-бэ. А мне сложно. Я не... Па-пи-бэ-бэ. Раз пи-би. Пи-би-пэ-бэ. А вот, классно написано, представляю. Я поняла. Я это поняла. У меня сложно произносить. Ну я поняла, потому что вот речь в оканинон. Мне очень сложно произносить. Это более быстро. Не надо с быстро. Пи-би-пэ-бэ-побо-побо-побо-побо-побо-побо-побо-побо-пыбэ. Вот, девочки очень красивые, да, милые, но молодых людей у них нет пока. Получается так. Я решил немножко с ними побыть, потому что я расстался с солнцем, мы с ним встречались три месяца. Горько на душе, хочется немножко развеяться. Ты, наверное, хотел девчонкам помочь, чтобы они приобрели свою форму, как бы, ну, немножечко потянули мышцы. Девчонки просто, на самом деле, мучили стали. И Саша решил о нас позаботить. Мне кажется, они хотят массаж такой нежненький. Ну, может, они что-то другое просто приказывают. Лечебные, вот, мне кажется, отлично было. Ой, замечательно. Ну, мне кажется, немножко эротическое, надо тоже немножко так вот нежненько. А так чуть-чуть слегка, да, Саша, хочется? Учим. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа, была тупа. Это рэп. Мне надо помедленнее, я не могу сразу. Хорошо, медленно. Бык тупогуб. Бык тупогуб. Тупогубенький бычок. Тупогубенький бычок. У быка бела губа, была тупа. У быка бела губа. У быка бела губа была тупа. Хорошо. А теперь ты вот поругай его, как будто это он. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа, была тупа. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была губа, была тупа. Маш, ну он не понял, что ты его ругаешь. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. Бэк тупогуб, тупогубик, бычок! У быка белого... У быка белого голова, тупа! Бык тупогуб, тупогубик, бычок! Ну почему? Бык тупогуб! Бэк тупогуб, тупогубик... Рома зовут. Бэк тупо... Тихо, чего ты сказала, Рома? Тихо, тихо, все. Опрекайся. Нет, это не работа. Это нет. Давайте, все. Бык тупоглуб, тупогубенький бычок. У быка была бела, губа была тупа. Саша, бы не поможешь? Саня, давайте прибыть каждую ночь и не делать массаж. Ну, ты знаешь. Посмотрим. Все, Сашечка, ты... Ой, а мне больно будет. Где будет больно? Не больно будет. Мне будет больно, мне скажи. Там больно не бывает. Вот, вот так вот. Вот так вот. Стираем. Обалдеть, вообще супер. Теперь вот просто вот так вот берешь, нажимаешь прям в кладку, вот так просто ложишь, и вот так вот начнешь потихонечку растирывать. Вот так вот, знаешь, в такой-то, восьмерочке такой. Теперь вот так вот еще немножко, как потирать тут можно, чтобы с самым тюнием, разогреть эту мышцу. Вот, и вот мы начинаем теперь вот выжимать ее, чтобы вот кровь ушла. Вот так вот, раз, два, на плечо, вот так. Так, значит, вот этот листочек, да, на нем вот все записано так, во всяком случае, таблица, да, и буковки. К сожалению, мы очень мало сегодня успели. Значит, в следующий раз, когда вы, я приеду, мы продолжим занятия. Но вы должны ежедневно заниматься, иначе ничего не будет. Да, это точно. Точно. Спасибо вам. На здоровье. Спасибо вам большое. На здоровье. Все, очень приятно с вами пообщаться, познакомиться. Спасибо за массаж, что мы вообще смотрим. Спасибо, я теперь понял, что такое массаж. Да. Все, до свидания, спасибо. До свидания, удачи. Теперь мне массаж. Спасибо. И я выберу, кто из вас лучше научился у Сергея делать массаж. Давай, Катюш, первая начни. Ты, если бы у нас начала первая начни. А вы можете одновременно с двух сторон. Массируй, Саша, тебя, как сестра брата. Массируй, Саша, тебя, как соседка соседа. Помните, как берется масло? Помните, как берется масло? Да. Немножко, сапы. Сыгрышу я хочу. Давай, я правую сторону, ты левый. Фу, а рука вообще будет. Аккуратно. Ого. Слав, ну расскажи мне, у тебя получается что-то с солнцем? Ну, найти общий язык получается, но достаточно тяжело, как бы. Наверное, в связи с другом Майем. Почему-то так повелось, что он был допущен, как бы, к телу солнца. Будем так банально выражаться. Вот. Что значит допущен к телу солнца? Ну, видишь ли, он взял на себя функцию ухаживания за ней, как бы. Ну, а кто мешал тебе эту функцию взять? Просто видишь, Ксюша, так получается, что я уже второй или третий день не могу провести ее на свидание в связи с ее болезнью. Ну, в конце концов, свидание можно устроить и здесь. Все же зависит от тебя. Не всегда нужно для этого, знаешь, когда ты хочешь удивить человека, куда-то отвезти, что-то сделать. Иногда можно просто, знаешь, если ты этого хочешь, действительно, если ты хочешь быть с человеком, достаточно даже вот этого домика, не знаю, какого-нибудь букета полевых цветов, все. Если ты поставил перед собой задачу завоевать солнце, старайся добиться этой задачи. Сашка, будешь мне костируется? Нет. Почему? Не хочу. Ты очень скромная девочка. Это бы не интересно. Давай секс без любви. И с Янкой тоже. Да фу, Саш, мне нечестно говоря, раньше мне как-то прикалывалось. Ну, все, тогда все, тогда забыли. Так вообще неприятно, когда ты слушаешь сначала ее, допустим, потом ее. Прямо меня было. И фу, ведь так плохо смотрится. Я вот думаю, потому что это плохо смотрится. Давай тогда перестанем так. Дом 2. 8 одиноких девушек и 7 одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Как построить любовь. Дорогие друзья, мы сегодня такие красивые, потому что нас для вас сфотографировали для постеров. Покупайте их в магазинах и так далее. Встречайте, Ксюша, с Аптенкой Ксении Бродина. Для вас я надо. Ну, на счет красивых, понимаешь, ты, конечно, за окном, но тем не менее. Сегодня был такой очень насыщенный день у нас. Ну, и мне кажется, все-таки главным событием была, так сказать, вновь образовавшаяся пара. Нет, пара не подходит здесь слова. Тройка. Тройка, так сказать, в лице Саши Нелидова, Кати и Яны. Саш, ну, я, конечно, понимаю, что после разрыва мужчинам свойственно опускаться во все тяжкие. Но тут, мне кажется, ты прямо подошел с фанатизмом к вопросу, так сказать, создания пары. То ли ты определиться никак не можешь, то ли я вообще не могу понять, что происходит. Трио наше развалилось по независимым от меня обстоятельствам. То есть девчонки тебя не поделили, подрались между собой, да? Нет. Обе убежали. Подрали меня. Обе убежали от тебя. Мне было приятно, как меня сегодня девчонки драли. Конечно, это было в рамках проекта. И как же они тебя драли? Они меня драли в рамках проекта «Как построить любовь». У нас трио образовалось. Не любовный треугольник, а просто дружеские. Просто мы друзья. Мы все втроем хорошо дружим. Ох, ребята, лукавите вы, лукавите. А я еще хочу поговорить. Мне кажется, что Саша единственный честный человек среди этих вот девушек, понимаешь, которые друг на друга смотрят. А можно Катя скажет, а потом я скажу? Давай, Катюша. Расскажи, пожалуйста. Расскажи о вашей тройке с бубенцами. Смотри, расскажи правду. Тебе понравилась сегодняшняя Сашина идея? Ну, на самом деле, я, как мне показалось, мы просто поддержали Александра сложные минуты его жизни. Кать, у тебя не сложилось ощущение, что Саша просто использовал вас, чтобы вызвать ревность у солнца? На самом деле, как бы я с удовольствием готова была подыграть, если бы это помогло каким-то отношениям и так далее. Ну, а вообще, почему развалилась трио-то вот нам Саша сообщил? Ну, потому что... Ты не захотела делить Сашу с другой женщиной? Нет, потому что это не серьезно. Мы просто поиграли. Подожди, но вы же дружите. Что здесь такого? Мы поиграли в трио. Мы просто общаемся. Мы делимся какими-то своими советами. Просто разговариваем. На массажном столе вы делитесь? Да. Это массаж. Советами как массировать разные части тела? Сюш, это был не тайский массаж, это был расслабляющий массаж для повышения иммуни... Ой, для повышения... Для повышения упругости тела. Для повышения упругости тела. Хорошо, спасибо, Ян. Саша, ты еще что-то хотел добавить к этому? Я хотел сказать спасибо девчонкам. Очень было приятно. Я объясню ситуацию. Просто, кто не знает, к нам пришел Сергей, он профессиональный массажист, и он нас вот втроем массировал. То есть он так должен был сделать, но дело в том, что мне неприятно, когда меня массируют. Массировал, массировал, это массировал. Поэтому он помассировал только Катю профессионально. Я смотрел, учился у него, массировал Яну, а потом девушки согласились, после долгих моих умолений и взываний к ним, они мне соблаговолили немножко помассировать. Спасибо им огромное. Действительно, в ситуации вот с расставанием с Солнцем было очень тяжело, и мы вот так друг друга поддерживаем. Саша, ну они тебе нравятся, как девушки? Мне нравится, как девушки, на данный момент все на проекте, в том числе и Кеша. А Солнце? А Солнце, я уже говорил, что она для меня кумир. И... Саша, у меня такое ощущение, что ты вот в эти игрунки играешься, а пару создавать не собираешься. Ребят, я хочу сказать, я благодарен Солнцу за то, что... Ром, можно я скажу, я тебя не перебивал, а ты всегда начинаешь кричать, когда тебя перебивают. Я вот так тебе скажу сейчас. Понял? Понял? Ты понял? Я не понял. Ситуация такая, я очень благодарен Солнцу, что она помогла мне этим летом влюбиться. Ну а как ты думаешь, у тебя получится еще кого-то найти здесь на проекте? Дорогие друзья, это зависит от вас. Понятно. Отлично. Спасибо большое. Ну, помимо этого, у нас еще было сегодня одно очень важное событие для Маши. Машенька, к тебе приезжал логопед сегодня. Скажи, тебе понравилось с ней заниматься? Как это вообще все проходило? И почувствовала ли ты какие-нибудь изменения? Да, ко мне сегодня приезжал логопед. Женщина такая, очень приятная. Я поняла, что я вообще не умею разговаривать. Потому что я даже по своей речи не выделяю ударение. У меня даже нет ударения. Маш, может быть, ты продемонстрируешь нам пару упражнений каких-то, чтобы мы нормально разговаривали? Мы с Машей сегодня выучили даже реп. Садись с Машей, вы вдвоем, я знаю, это хорошо у вас сегодня получалось. Давай. А еще может быть что-нибудь, Маш? Нам еще одно такое упражнение показало. Такое я не буду показывать в юбке. Но мне его нужно делать. Я его уже делаю. Ну, трусок, Маш. Ну, трусок, ну, ладно. Какой мы тебя только и не видели уже. Чертный тоже. Давай, Машей. Я поняла, когда это, что ты, когда ты делала, оказывается, что-то у меня вообще я неправильно. В общем, короче, упражнение такое. Давай. Давай. Ба-ба. 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 Супер. Мы возьмем это упражнение на заметку с Ксю. Каждое утро. Пойдем тренироваться. Ба-ба-ба. Ну, что ж. Мне очень понравилось, и я с того же. Хорошо. Отлично. Ну, теперь мы можем уже перейти к итогам дня. Вы хотите что-то сказать? Алена, Алена, вот жажда. Хотела рассказать про фотосессию. Давай. Я была в восторге, так как это моя стезя, это то, чем я занимаюсь. Я очень люблю фотографироваться, это моя страсть, это вообще моя болезнь. У меня сегодня прекрасное настроение из-за этого. Я, конечно, там... А что тебе нравится, результат или сам процесс? Мне очень нравится процесс, и еще больше мне нравится результат. А что тебе нравится в процессе? Мне кажется, что сам процесс фотографирования достаточно скучен. Ты сидишь, поворачиваешь голову, улыбаешься, принимаешь какие-то позы, в этом нету твоей работы, это скорее работа фотографов. Дело в том, что фотографы, как и сегодня фотограф Дмитрий, мне ни слова вообще не говорил, он только говорил сказка, класс, волшебно, ты молодец, потому что мне не приходится говорить, как мне встать, как мне улыбнуться, я просто очень пластична, и очень хорошо это все идет отсюда, я даже не знаю, почему так. То есть тебе просто нравится позирование? Я думаю, что когда вы увидите фотографии, вы поймете, почему мне это нравится. Ребят, ну а сейчас мы перейдем к самому главному событию дня. Но перед этим я хочу узнать, кто-нибудь хочет заявить себя парой? Помимо пар Алены и Степы, Оли и Ромы. Кто хочет, скажи, давай с вами. Ну что ж, в таком случае, еще на неделю один из вип-домиков останется свободным. Ну а мы увидимся завтра на канале Тенте. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. А давайте там будут жить инвалиды. Дом-2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом-2. Как построить любовь. Ну, Тенте. Ну, давай поговорим так. А ты давай чердочок. Ну, давай так поговорим. Ты будешь со мной так разговаривать? Будешь? А ты чердочок, чердочишка. Да, ты скажи. Чердочок, чердочишка. Тук-тук-тук-тук-тук. Солнышко. Тебе плохо? Да. Солнце. Все, мне будет отдохнуть. И буду тебе надеяться. Пусть тебе снятся хорошие слои. Перекуси, расслабься. Я сам не знаю, как бы, что там. Что-то должно быть вкусное. Покушай пиццу. Если что, если останется, завтра разыгреем. Я говорю тебе, что надо прийти сюда сейчас. Давай с чаем. Давай мне чай с сахарами делаешь? Крепкий? А себе? Крепкий. Ну, я себе тоже чаю. Сделай себе, найду чашку. У тебя же голова болит, слушай. Да? У меня болит голова. У меня не болит голова. У меня просто тошнит, болит голова. Я плохо вижу. Ну, так у меня мутненько. Кто здесь? О, Слава. Вот, а так все в порядке. Так что, от того, в одиночестве я буду кушать, или вдвоем мы будем это сделать, большая разница нет. Я куплю тебе дом У пруда В Подмосковье И тебя приведу В этот собственный дом Заведу голубей И с тобой И с любовью Мы посадим сирень Под окном Давай, ты с ним Заведу голубей И с тобой Я нам что-то не буду делать Делай Что жалко мальчишку Попробуй с ним пора создать Я, ну, ты подумаешь Думаешь, что это Разбук Я не разложу Но ты только говоришь Я не знаю, что с ним делать Я бы, знаешь, Может быть, с этого Синоплата начали проект Когда еще не знала А Данииле Где домашки кричать Надо что? Мы думали, что надо делать Мы думали, что надо Мы думали, что надо Мы думали, что надо Можно карте поищать Ты права, кстати, Маша Может, не процент поищать Твой образ на телекране, да? Угу Не совсем соответствует Твоему образу здесь То есть Я расскажу Каким я тебе Какой я тебя сейчас вижу? Ммм И тут же ты должен сказать Разочаровался Ты мне нравишься О Че сказать-то Да ладно Я до сих пор не могу поверить Что мы с тобой похожи Да я тоже не могу Внешне? Да Давай посмотрим Не похоже? В каком месте не похоже? Посмотрите Вообще никак Это страшная девчонка Похоже на такого замечательного парня Какие? Нет Мало шансов у нас Но мужик Барабанщик Что кидает шары Управляя лотом Мне сказал номера Если он Если он Не черточок-серзачишка А если он не обманщик На которые нам Выпадет дом А белый лебедь На пруду Качает Павшую звезду На том пруду На том пруду Куда тебя я Приведу Сегодня праздник у девчат Сегодня праздник у девчат Редактор субтитров А.Семкин Еще ки девушек Горят С утра Горят Румянцем Пришли Девчонки Стоят Сторонки Платочки В руках Деребя Потому что На десять Девчонок По статистике Деребя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова